Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы обязательно это сделаем. Только что буквально поступило два комплекта лекарств на, если ошибаюсь, Павлюхину 102А. Сейчас отправлюсь забирать эти лекарства, доставлять на дом. Мы уже давно об этом говорили, представляли, как это будет. И вот все, казалось бы, происходит на наших глазах. И именно по той самой схеме, которую так долго продумывали, о которой так долго заявляли. В данном случае мы видим уже вторую часть процесса. Рецепт выписан, набор подготовлен, и теперь волонтер доносит его до адреса. Не ближе, чем 2-3 метра. То есть вешаю просто на ручку двери, отхожу, фотографирую потом, что мы получили. В квартиру никто не входит, но проверка паспорта и финальное фото – обязательное условие. Волонтер должен знать, что лекарства получит именно тот, кто в них нуждается. В целом идеальная картина. К слову, и сами волонтеры подтверждают. Заявок приходит очень много. Штабы работают до позднего вечера. Волонтеры приглашаются в 10 утра, в 2 часа дня и вечером. Но тоже все переходит по WhatsApp, идет общение. Потому что, например, с утра еще нет заявок, смысл волонтерам приходить в 10 утра. И на нашем штабе сейчас работают порядка 15 волонтеров. Безупречно. Но, как известно, у любой безупречности есть свои изъяны. Вообще это довольно частое явление. Изначально, когда все только начинается, картина выглядит весьма привлекательно. Но если смотреть более внимательно и зайти чуть глубже, то можно увидеть, что красивый фасад – всего лишь ширма, за которой скрывается весьма некрасивая картина. Конечно, говорить о полных руинах не приходится. На самом деле все проще. Бесплатные лекарства не доходят до всех, кому они необходимы. Сначала мы получали вот такие сообщения. Чуть позже простое негодование переросло в отчаянный вопрос. Почему обещанное обернулось недостающим? Я, когда заболела, она мне выписала. Таких таблеток я не могла найти в аптеке. И она сказала, если что, приходи, выпишу бесплатно, видимо. Я не знаю всех, как сказать, законов, что там нам полагается. Я сказала, нет, говорю, у меня сил нет. Мы там через интернет наши лекарства купили. И в итоге я пропила их дома. Я только что с поликлиники. Врач говорит, я, говорит, вызывала, отдавала рецепты, чтобы вам таблетки привезли. Но волонтеры никто не приехал. Откуда-то там на сайте или где-нибудь там проверяют. Они проверили, таблетки не все есть. Но в итоге такая путаница. Врач говорит, что передавала направление, чтобы мне привезли таблетки. Но таблеток нет. Женщина, которая это говорит, из набережных Челнов. И у нее вирусная пневмония. Это подтверждено КТ. И она почему-то идет на прием к терапевту сама. Говорит что-либо на камеру большинство этих людей боятся. Основной аргумент – не хотят подставлять врачей. Действительно, в этой цепочке именно терапевт – то самое звено, на котором и происходит замыкание. Дадут лекарства или не дадут? Если это ОРВИ, то лечение от COVID-19 может быть неверным. Именно поэтому врачи и стараются к этому моменту подходить очень деликатно и обстоятельно. Ведомство понять можно. Разбрасываться дефицитными препаратами – безответственно. Ажиотаж, к слову, в аптеках сохраняется. А это значит, лекарства необходимо направлять точечно. Тем, кто уж точно нуждается. В связи с этим непонятно, что же с теми, у кого нет подтвержденного диагноза COVID, но есть признаки ОРВИ. Все мы помним, что медикаменты им тоже были обещаны. Но обещать не значит жениться. Когда я узнала, что должны давать бесплатные лекарства, конечно, мне стало обидно. Потому что в таком плохом состоянии, еле-еле ходишь, нужно идти в поликлинику, потом идти, нужно по назначению врача искать лекарства. В принципе, арабидол-то не особо можно найти везде. У Анны диагноз не подтвердился, но еще до результата теста ей ничего не предложили. К слову, некоторые пациенты о бесплатных медикаментах ничего не знают. Она мне говорит, почему тебе бесплатно не предложили. Я говорю, я не знаю, должны оживить. Но я говорю, мне, во-первых, ковид никто не ставил. Ну, не предложили, я даже не догадалась. Я уже была в таком состоянии, я за любые деньги должна была, согласна была, купить. И тут включается такая абсурдная в этой серьезной ситуации категория, как фортуна. Допустим, вот этому мужчине, вернее, его жене повезло. Этой семье вообще ничего не пришлось просить. И приходила наш врач участковый, посмотрела, что-то там на палец одела и так далее. Сама предложила лекарства бесплатные? Да, она написала там. И бесплатно, и платно, она всяких не выписывала. Как ни странно это звучит, но везение это в полной мере зависит от врача. Именно от его компетенции и профессионального взгляда. Решит ли он, что это всего лишь легкая простуда или все же выявит подозрение на ковид? Где-то тонкая грань установленных признаков заболевания, которые весьма размыты. Грань на самом деле не тонкая, а грань есть четко определенная. Еще раз повторюсь, есть определенные критерии, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, на основании которых врач обязан выставить этот диагноз. Есть клинический диагноз, который устанавливается на основании клинических симптомов, которые характерны именно для ковидной инфекции. Ну, например, потеря вкуса, потеря обаяния, кашель. Но здесь нужно помнить о следующем, что кроме ковидной инфекции существует огромная масса и иных инфекций. Они на самом-то деле никуда не исчезли. Тот же самый грипп, тот же самый ОРВИ. И вот задача врача – определить, какая это инфекция. А еще пациентам не хватает просто информации. Дадут или не дадут? И если нет, то почему? Кто-то не хочет просить, у кого-то нет сил бороться. На сегодня в Татарстане бесплатными лекарствами обеспечили 11 тысяч пациентов. В прокуратуре республики работает горячая линия. Туда всегда можно позвонить и направить жалобу. Возможно, после заявления президента отстаивать свои права заболевшим и не придется. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ. Продолжение следует...